Мне кажется, зрителям понравилась игра Всем изначально, кто болел за футбол И тем, кто порадовался за шинники кетру Тем, кто расстроился за хозяев Потому что самоотдача высокая Движение, напряжение у обоих ворот Такой, я бы сказал, не по искусственному полю И не по погоде Футбол достаточно агрессивный И могу только порадоваться за нашу команду Которая выдержала давление хозяев А оно было практически на протяжении Наверное, 60% игрового времени Ну и посетовать на то, что надо было успокоить игру Забив в середине второго тайма 100% голевой момент Спасибо, пожалуйста, вопросы Скажите, не удивило ли вас такое, скажем так Оптимистичное начало чемпионата в исполнении команды Которая только что вышла из второго дивизиона Я имею в виду олимпиадец Не удивило Я общаюсь со своим коллегом, другом Ярославцем Александром Сергеевичем Гутеевым Знал, какой выработан принцип при выходе в НЛ этой команды То есть сохранить состав, довериться ребятам, которые завоевали это право И вы знаете, на сегодняшний момент это оправданная вещь Если что-то пойдет не так, я думаю, руководство разберется, сможет пригласить в тот же зимний период двух-трех, может быть, опытных футболистов Но пока я не вижу оснований для какой-нибудь паники или боязни Эта команда себя еще проявит Доверие окрыляет Вот это та фраза, которая подходит для олимпийца Согласитесь ли вы с нашим мнением, что олимпийцу во многом не хватает человека в центре поля, который бы видел игру и строил ее? Так, не имею права глубоко лезть и рассуждать в игру команды олимпийца У вас квалифицированный тренер Мы подмечали некоторые моменты в организации игры олимпийца На которые обращали внимание, которые хотели использовать К сожалению, то ли подзабыли, то ли не смогли их использовать Но есть нюансы в игре у каждой команды Сильные стороны, слабые стороны Задача их подметить, слабые нивелировать Свои, допустим, в игре с олимпийцем Мы переживали за тот же второй этаж В принципе, удалось справиться А использовать те нюансы, которые мы подметили Не получилось А гол стал ли он как раз результатом? Это исполнительское мастерство двух футболистов Одного, который создал себе линию передачи Исполнил ее качественно А второй, ну, я считаю, Зимсков очень здорово Завис и в зависшем состоянии суметь пробить так качественно В этом моменте он проявил хорошее мастерство Спасибо Что с Низумудиновым случилось? Вы знаете, с одной стороны, мы профессионалы Мы должны быть готовы к календарю К разным полям Но, мне кажется, вы понимаете Все-таки и возраст Ильдара И его самоотдача в каждом матче Но, слава богу, это не мышечная травма Это удар локтем под вздошную кость И, скорее всего, это сильный ушиб А не травма А вообще, всегда переживаешь Когда вот, ну, мы договорились Что мы не будем делать для своей команды скидок На то, что мы играем в Караваево Но фактически, фактически Шесть туров мы провели, шесть игр на выезде При всем уважении к костромским болельщикам К организаторам, которые нам любезно предоставили поле Руководителям там района, города, области Которые нам помогли в организации этих матчей Все равно это Кострома Это минимум наших болельщиков И нам сложно привыкнуть Мы каждый раз Вот, смотрите, искусственное поле в Костроме И искусственное поле в Дзержинске Они абсолютно разные Это накладывает особую на нас Ответственность за подготовку ребят За ротацию состава И при таком календаре Который сейчас пойдет еще и весь август Нам нужно очень внимательно быть к ребятам Александр Михайлович, в следующем туре Вы принимаете, если так можно Принимаете, крылья советов Соперник очень опасный И поигравший, например, в реке На что может рассчитывать Шинник? На то, что у Шинника есть хорошая традиция Ее, конечно, нужно подправить Сохранив первую часть традиции Поправить вторую Шинник всегда умел мобилизоваться на лидеров турнира На фаворитов И вся его история об этом говорит То есть, надеемся, что эта часть традиции проявится Александр Михайлович, сегодня у Олимпийца не играл Ключевой центральный полудощитник Тимур Аюпова На ваш взгляд, насколько это сильно сказалось на команде На Олимпийца? Я не могу сказать Знаю, Аюпова Имел в свое время счастье с ним познакомиться Когда он приезжал на знакомство с Шинником Но он был гораздо моложе Мне сложно сказать Я думаю, что Олимпийца имеет Достаточно ровный и глубокий состав Чтобы заменить любого игрока Если в турнире ФНЛ Есть незаменимый игрок в команде То это очень плохо Потому что пройти весь турнир Здоровым, без дефектикаций, без травм При таком жестком календаре Очень сложно Должна быть в команде хорошая взаимозаменяемость Думаю, что это у Олимпийца есть Спасибо Спасибо, успехов вам Всего доброго Рад вас всех видеть Взаимно Часто видимся До свидания